Ты вообще не из теста, ты мне не для теста, и впервые не вместо. Эта жизнь. Здравствуйте. Решил сейчас запустить. Эта жизнь. Мы друг друга нашли, но теперь не спеши. Жду вопросики. Жди, я же не знаю, сколько дыма внутри тебя. Вопросики, вопросики. Динка. Да, я решил сейчас запустить прямой эфир. У меня все супер. В делах более чем хорошо. Сегодня у меня очень хорошее настроение. Антон Александрович, мое почтение. Настроение очень хорошее. У меня 180 рост. Это как-то неудислим, а примерно ты качешься отбегая в три строя. Мы с тобой поразительно выглядим вместе. А что внутри? Я же не знаю. Темый. Привет. Надо стрим запустить скоро. Трек называется «Джин» Алексей Банкес вроде бы. Он в песнях участвовал в первом, по-моему, сезоне. Мне очень нравится этот трек. Я так полагаю, вот именно в такой обработке он вышел совсем недавно. Привет, привет, ребят. Здравствуйте. Топ-барпер-шоп в Сибири. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая Юля? Громко играет музыка, да? Ну, хорошо. Я с тобой оплатил, что все для вас, мои дорогие друзья. В Томск я прилечу примерно, примерно до Нового года, но однозначно должен попасть. Но, опять-таки, я не знаю. Ну, естественно, я прилечу исключительно в гости. Мне очень приятно слушать теплые слова, правда. Очень приятно. Саша, наверное, во Владике. Во Владивостоке, наверное. Я не знаю, мы не общаемся. Решил в кое-два веки запустить прямой эфир. Для меня, если честно, практика такая мне незнакомая. Потому что до этого, когда я запускал все прямые эфиры, ну, они ничем хорошим не заканчивались. Там была куча грязи или не было вообще ничего подобного. Вот они. Нет, я не в Томске. В Томске я прилечу к Новому году. Однозначно. Алексей. Не, я в Кемерово-то не был. Я не работал. Любимка. В Дома-2 я общаюсь с несколькими ребятами. Это Тюма Сорок, Алеша Безус, Милена, Дима Чайков. Ну, это вот прям те люди, которые стоят мне друзьями. Даня Сохнов еще. Ну, то есть это хорошие очень ребята. Я работал в Томске всю жизнь. Биг в рот. Лев, я прилечу в Томск перед Новым годом. Ну, в середине декабря, может быть, в конце. Я пока еще не знаю. Первый мод без ствола. Давай на тататет. На тататет бы сейчас. Тимофеевич. Я на самом деле очень сильно скучаю по своим родным краям и по тем людям, которые меня поддерживали всегда и во всем. Ну, для меня это дорогого стоит. На сегодняшний день у меня ценности немножечко другие. Я каждому человеку благодарен. Вот оно. Вячеслав Тимофеевич. Ну, вот это вот вообще очень приятно, что вы посетили прямой эфир. Я уделю вам отдельное время. Между нами пальба. По-по-по-по-по-по-по-по-по-дальше. Я планирую в Москве заниматься тем, чем занимался до этого, а именно стричь мужчин, оформлять им бороды и тому подобные вещи. Аня из Борзи. Привет тебе, пламенный. А тут очень просят передать привет. Я нахожусь в Москве. Шит. Привет. Ну, вот оно заиграло. Дом 2 в порядке стоит. Спасибо большое. Вуфу тоже пламенный привет от меня. Мало, мало, мало. Мало, мало, мало. В Томске я передаю на ежедневной основе привет. Я обожаю этот город. Хоть у меня там и куча связана нехороших каких-то моментов с определенным временным этапом. Жизненным этапом, временным этапом. Ну, короче говоря, я скучаю по Томску, но, если честно, я хочу и здесь остаться. Задавайте вопрос. Я не могу просто так смотреть в камеру и улыбаться, но мне становится немножко не посерьез. У меня, конечно, уже есть опыт проводить свою жизнь под камерами, но я явно не глядя вот в эту коробочку. Нет, в Тулу, если честно, не хочется. Саша, скорее всего, находится во Владивостоке. Я не знаю, где она, я не интересуюсь ее жизнью. Мне 24 года. Нет, я не курю, я кидаю снюс. Снюс. Видите, Сороков, 007. Это Вячеслав Тимофеевич, он живет в городе Томске. Очень хороший мужчина. Очень харизматичный. Мудрый. Ростову тоже привет. Женька, привет. Привет, родной. Нет, побриться я не желаю, если честно. Ростову привет. Я же передавал привет Ростову. В Казахстан тоже пламенный салам. Снюс помогает просто не возвращаться к сигаретам. Но среди себе очень брата скал, среди гейзеров искал. Я себе оптимален валик подыскал. Слово Силиппо, маячок, который сразу в Англии отмирал. Транзит он с Марса, подыскал. Музыка качественная, да, Слава? А что мне еще делать? Нет, я не употребляю алкоголь. На Дом-2 не хочу вернуться на сегодняшний день. Потому что изначально у меня было тихое желание и рвение попасть обратно. Но сейчас в моей жизни происходят определенные вещи, которые я не могу просто так взять и оставить. И вновь пойти на Дом. Я пришел туда с определенными целями. И, как говорится, эти цели не получилось реализовать. И обидно меня исключительно за это. Я ни в коем случае не обижаюсь на ребят, которые проголосовали против меня. Нет, Саша, я не в месте. Господи, как я устал на это отвечать, если честно. Простите, пожалуйста, что меня вопрос нервирует, но это правда. Моему уму непонятно. Нет, я не чеченец. Да, мне тоже очень жаль, на самом деле, было на тот момент, когда меня выглянули. О, саламчик. Пушкин. А, Пушкин. Ну ты хоть сейчас на связь слышишь. В реальной жизни не получается, как и не получилось на Доме. Не знаю, в чем причина. На какие конкретные СМС? Они хотят войну, не хотят, чтоб с ней это шуршал до ЗАГСа. За мной мы в правах убавили. Не хер на тебя и за Максом. В Москву накидают все лифт в сладенький черпак. Как бармалеки на тетрадку кляксы. Они хотят подвинуть волну. Да, я с 1995 года. Ложисточерная девчоночка красотуля. Ну, у меня было немножечко другое представление о тех ребятах, которые находятся в периметре. Если честно, я был приятно удивлен тому, что мое восприятие, скорее всего, было немножко неправильным и было искажено. Я всех жду в гостях. Всех своих я жду в гостях. Я безумно скучаю и очень хочу, конечно, с каждым увидеться, поговорить, рассказать какие-то вещи, которые я не могу рассказывать на всеобщее обозначение. Пишите, 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 спрашивайте. По возможности я буду отвечать на каждую аккумуляцию. Там в ответ можно вынимать любое оборудование, подальше от греха, не прощая внимания на всякие облупости, типа, не кэха. Без разницы, по номеру или в эмске тиха. Есть плакат, который заставит все полыхать. Все, хватит. Словецкого. Словецкого в прямом эфире хватит. А есть что-то не Я обещал писать о любви. Затем, где, где треки о любви? Я буду такую девчонку, как ты, чтобы не социальскими за цветы, чтобы натуральная красота, интеллектуальная высота, чтобы не приступная к стени, нужно поменять песню. Потому что я сейчас прохожу курсы по повышению квалификации. Ушел я, потому что меня выгнали. Ну, я тоже так думал, что я найду свою любовь. Но на самом деле в доме очень сложно найти свою любовь. Тем более на первых парах, когда ты являешься человеком нового в коллективе. И плюс ко всему мы на самом деле там каждый человек индивидуален и среди тех девушек, которые там находились на тот момент, ну, мне было очень сложно. Ну, правда, мне было сложно определиться со своим выбором. Ну, и как вы все прекрасно уже, наверное, понимаете, я надеюсь, что вы понимаете, что в своем выборе я ошибся. И мне об этом говорили мои друзья. Мои друзья, имеется в виду которых, я приобрел на доме. Да, мне реально нравилось Саша, просто я, ну, был очарован и, конечно же, не понимал так, мотивов таких-то определенных. Вот и все. Здравствуйте, здравствуйте всем, кто недавно зашел. Вот такие дела. Спрашивайте еще что-нибудь. Я вас очень прошу. Ну, если вас интересует момент относительно меня и Саши, еще раз вам повторяю, мы с ней расстались практически сразу, когда она ушла за ворот. Я, знаете, вам, что могу сказать относительно Дома-2? Многие осуждают это место, многие хают его, многие там относятся к тем людям, которые там находятся не очень хорошо. Но я больше, чем уверен, ребят, что, наверное, каждый из вас, не каждый, а многие, очень хотели бы попасть на Дом. Я тут обошел с определенными целями и с определенными задачами, которые поставил себе. Для меня, ну, заход на Дом-2, он был, ну, грубо говоря, спонтанным. Вот так. И, как бы, ну, мне обидно, опять-таки, повторюсь, только лишь за то, что я не смог реализовать реализовать те цели и задачи, которые поставил перед собой. Относительно там, ну, какой-то реакции людей, там, моих друзей, относительно того, что я там нахожусь. Вот честно, ну, мне самое главное было знать, как к этому относятся мой отец, моя мама и сестра, остальное. Это такое. Ну, всем не угодишь, как говорится. Я это прекрасно понимаю. Профессия у меня барбер. Я стригу, но я уже устал говорить всем и каждому. Это можно сделать, даже в таком заключении можно сделать, если вы посмотрите мой инстаграм. Я работал в Big Bro, потом эта организация переименовалась. Они сделали ребрейдинг. И сейчас называются 2 Bro. Это находится в Томске. Это Цейзом, Рудный город. Первый этаж. Там работают мои друзья. Точно так же, ну, существует Тургенев барбершоп. Там прям-таки работают вот мои, наверное, лучшие коллеги и лучшие друзья, с которыми, ну, я вырос в этой профессии. Я не понимаю, почему вас интересуют эти вопросы. Точнее, я понимаю, почему они вас интересуют. Я не понимаю, почему вы их задаете, учитывая, что это очевидные вещи. Господи, Иисусе. По Томску скучаю, но, если честно, Москва мне очень сильно нравится. Увезите меня на Дипхаус, Чичи Гага. Не хочу я этот Дипхаус слушать. Да я всегда быстро говорил. У меня не было никогда каких-то тормозов. Тот факт, что в эфирах вы наблюдали, там, ну, чрезмерную какую-то избирательность моих слов, ну, это нормально, я считаю, потому что там место такое, где следует подбирать четко слова и, как бы, выражать свои мысли, ну, в нормальном контексте. Поэтому, ну, я ничего, знаете, особо за собой не чувствую там такого плохого. Вот так. Да, живу я один. А с кем мне еще жить? Если я ушел, ну, я ушел, мы расстались. С кем я буду жить? У меня есть друг очень хороший здесь. Сейчас я вам сейчас покажу книгу. Вот мой путеводитель по жизни. Скриньте, скриньте быстрее. Тот факт, что я говорил о том, что у меня есть девушка, и у меня он не стоит быть, но живут и я один. Конечно же, я дома. Я бы на работе не мог себе позволить запускать прямые эфиры. Плюс ко всему, у меня еще нет работы на сегодняшний день. Есть только цель и задачи, которые я себе поставил. И, ну, я, как бы, сейчас все усилия прилагаю для того, чтобы пойти на эту работу. Точнее, попасть именно в ту команду, в которую хочу. да, дорого. Дорого. Да, я танцевал в нескольких серьезных коллективах, потом посчитал себя солистом, стал тщеславным американцем. Украл у Гуфа только что фразу. Нет, я люблю танцевать. И Дом 2 Лайт показывает эти моменты. Вась, Вась, Салам Алеку. Ты че? Да как я могу с тобой не поздороваться? Пропустил, видимо. А вы сделайте микрофон или этот микрофон микрофон себе сделайте. Сделайте себе погромче просто и все, не будет слышно никакой музыки. Я довольно-таки громко разговариваю. Вася, это мой хороший очень друг, если что. Это топ-мастер. Топ-мастер. Биг Бро России. Он входит в 10 лучших, в десятку лучших мастеров по всей России, чтобы вы понимали. Это очень хороший человек, помимо того, что он является и суперкрутым мастером в своем деле. Поэтому Вася, Вася, ты очень хороший парень. Да, Жек, я увидел, я просто не могу же всех оставить. Да, да, да. Знаешь, во сколько? К 9 идти мне туда нужно. Тра, та-та, да, тра, та-та-та, та. Как я вам ее покажу? Ему тоже. Литвину тоже привет. Пойдем, Жек, прогуляемся, да. Пойдем. Через сколько ты выйдешь? Да, я специально не отвечаю на некоторые вопросы, потому что я считаю, что немножечко некорректно и нетактично спрашивать у человека, за сколько он снимает квартиру, где он ее снимает и так далее. Ну, это такие какие-то сугубо личные вещи, которыми я делиться не хочу просто-напросто. Поймите меня тоже. Ну, я довольно-таки открытый человек, да, я могу вам честно рассказать о каких-то моментах, но я не собираюсь все абсолютно вываливать, как бы, ну, это немножечко не мое. Литвин, ну, такое, шучу, он тоже входил в топ-10 мастеров Викбро России и у меня были с ним внутренние обучения. Ему тоже плотный саламчик. Я обожаю смотреть сериалы, обожаю смотреть фильмы. Последний фильм, который я посмотрел, называется Во все тяжкое, там снимается Джонни Депп, но они, конечно, украли немножечко сюжетную линию у сериала Breaking Bad, это вот тоже один из моих любимых сериалов, но фильм очень крутой. Ну, как бы, я в кино хожу с периодичностью раз в неделю, и сериалы смотрю тоже. Вот вчера вышел наш русский сериал новый, но второй сезон Мелодрама. Обожаю русские сериалы, но по типу Полицейской Срублевки, там Мелодрама, ну, Универ Интерны я уже давным-давно не смотрю, конечно. Из зарубежных каких-то сериалов я не помню последнее, что я смотрел, но я практически все пересмотрел. Давай, Жек, хорошо, в 17.20 я буду. Да, да, да. Ты хорош, говорит, Саша Белого играет. Нет, я сейчас, если честно, не смотрю Дом-2, но я общаюсь с ребятами. Я входил в ваши ряды, ряды, да, амбассадор, амбассадор. Дом-2 не смотрю. Здравствуйте, всем здравствуйте. Андрюх, ну ты не обижайся, ну просто Вася реально мой кент, а ты просто хороший парень и хороший человек, которому я безмерно благодарен за то, что ты меня поддерживал в нашей сфере и учил. Вася меня, к сожалению, не смог выучить, не было у него времени, а ты уделял время и у меня было с тобой обучение, я же все помню. Спасибо. 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 Ну да, там все хорошие девушки, просто не все мне подходили бы, понимаете, в чем дело. Но момент того, что я же тоже такой человек своеобразный и я не хотел никого водить в заблуждение, ни в коем случае не хотел никого обманывать и тем более никем не хотел пользоваться. Вот в чем дело. поэтому я довольно-таки избирательно подошел к процессу выбора своей девушки будущей второй половинки, но, как говорится, что-то пошло не так. да, я бываю довольно-таки нервным, злым, где-то неправильные реакции даю, но, конечно, я же человек, у меня тоже есть чувства. Валекум. Мне нужна просто чистая душа и девушка без каких-либо корыстных целей и мотивов относительно жизни, которая захочет семью, которая будет всегда и во всем рядом, которая будет поддерживать, давать заботу и ласку. Я, с своей стороны, разумеется, буду не то, чтобы отвечать взаимностью, а жопу порву для того, чтобы у нее все было. Потому что о, туман ТСК, салам алейкум. На доме 2 все мало, кто светится с телефонами, потому что там, ну, со связью проблемы. Во-первых, как бы, именно со связью проблемы, во-вторых, чтобы вы понимали, это не просто жить, кушать, спать там, ну, и разговаривать, это работа. Ну, к этому, вот я, по крайней мере, относился как к работе. Я не могу, знаете, сказать то, что там легко и просто, как всем кажется. кому я сказал, что у меня нет девушки, я сказал, что живу один. Вот кому я сказал? Да, мне тоже было очень смешно, когда на шоу-борде напротив Бузовой мне пытались, как бы, привить такую тему, якобы я был женат, был женат на Анюте, там, ну, и тому подобное. Да, меня, ну, меня не то, чтобы это зацепило, я, в принципе, знал, что такое вполне может произойти, но, как говорится, ну, я был к этому готов, то есть, меня они врасплох не застали, тем, что вытащили это наружу. Тем более, этот профиль до сих пор есть, ну, и, я не знаю, это нормально. я, если честно, вот сейчас не хочу какие-то личные моменты вытаскивать из себя, потому что, ну, у меня с девушкой не все хорошо, вот, но я не привык обсуждать свою личную жизнь, вот, но с людьми, которые немало знакомы, я, конечно, каждого, ну, безмерно уважаю, и я безумно рад тому, что вы мне там пишите приятные слова какие-то, ну, вы меня тоже, пожалуйста, поймите правильно, я, ну, не могу абсолютно все, и вот прям, вот как есть, говорить, потому что, ну, я же тоже имею право на какое-то личное пространство. Привет, я в Москве. Спасибо огромное. Ну, я стараюсь быть таким, как бы, живу честно, живу по совести, в любой ситуации остаюсь человеком, но это, это нормально, я считаю. спасибо. Спасибо большое, потому что в этой жизни, да, действительно, у меня, слава богу, есть люди, ну, которые меня поддерживают, которые меня понимают и принимают таким, какое есть. У меня была и другая жизнь, но она не обвенчалась успехом. и я считаю, что это нормально. Могу понять другое, почему у меня музыка перестала играть. таких парней, как я нет, я считаю. Нет, ну, как бы, эта фраза, она на самом деле актуальна, поскольку, не то, чтобы я там самый лучший, а просто каждый человек индивидуален, и действительно, но... есть парни, похожие на меня, но я это знаю, есть парни гораздо лучше меня, но я в каждом дне стараюсь быть полезен кому-то, стараюсь жить по совести, и, разумеется, я, ну, провожу внутреннюю работу. Саша мне сказала за периметром, то, что она поняла для себя, что была поистине счастлива с одним лишь человеком на проекте, это Вячеслав Потемкин. Она не посчитала нужным обманывать меня и обманывать в первую очередь саму себя, и просто рассталась на такой ноте. Это было последнее сообщение с ее стороны, я на это сообщение не ответил. Ну, тут так же все запутанно, разбираться трудно. Тут проще быть убранным, молодые, глупые, и так, сны и глупые, какие-то цифры падают в трубу, камни падают на томбо, спасибо, Коломбо. Ну, то, что место такое, ну, как бы кто-то склонен лицемерить, кто-то не считает, нужно это делать. Вот я, например, там был с каждым честен. Ну, я не хочу ничего плохого ни в коем случае сказать про Сашу, это ее выбор, я его принимаю. Честно, там очень тяжело морально. Пархай, как бабочка, жаль, что я не блан, а мы старой закалочкой вылетели в Милан. Ребят, я вам очень благодарен, правда, но я договорился со своим близким другом пройтись погулять, и думаю, что я либо перезапущу прямой эфир, ну, прямой эфир перезапущу на улице, либо либо вечером, ну, либо уже завтра, но я в любом случае на связи. Буду ждать тебя, как ждать амнистию. Поэтому спасибо вам огромное, что уделили мне время, мне безумно приятно, это честно. И я хочу вам сказать, что каждый человек, который мне пишет, я постараюсь каждому ответить. Ну, многие уже, кто находится сейчас в прямом эфире, знают это, я общаюсь с людьми, я никого не отталкиваю, я не болею звездной болезнью, у меня нет такого и никогда не было. Ну, тот факт, что я оказался на телеке, это, конечно же, круто, но это не дает мне права вести себя высокомерно по отношению к вам. Поэтому, пожалуйста, ребята, оставайтесь на связи, пишите, звоните, телефон указан, ну, по возможности отвечу всем. Все, я вас всех обнимаю, желаю вам хорошего дня, хорошего вечера, хорошего утра, ну, у кого какой там часовой поезд. Вот, я пошел погуляю чуть-чуть, с вашего позволения. Спасибо огромное вам всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok